Теперь посмотрите на политические партии. У нас имеется группа людей, они собираются вместе, хотят заняться чем-то политическим. Что они делают? Дают друг другу название. Демократы, республиканцы, левористские партии, консервативные партии, что угодно. Так вот название. Дальше пошли нормы и правила, которые решают. Можете ли вы называть себя тем или иным? Вы это не верите? Будьте консерватором. Вы не верите в это? Будьте либералом. Это все и те же построения мыслительной конструкции, когда вы на что-то посмотрите, и так теперь система убеждений. Как показали исследования, твердые убеждения, это нейроны, которые выстреливают в определенной сети из определенной последовательности, согласно вере. Ведь чем занимается мозг? Фильтрация, расходировка реальности и обстоятельства через систему верования, которая проявляется в мозгу как способ выстреливания нейронов. И вдруг, вместо того, чтобы быть свободным мыслящим существом, или даже, более того, владать безграничным знанием, быть осознающим, мы работаем в маленькой коробочке, и эти коробочки есть в основном наш путь. В основном это способ расходировки вашего мозга в реальности. Так что как только вы в что-то верите, твердо верите, так они опа, вас поймали. И вот почему они хотят стучить вам твердые убеждения. Съявный парадокс, не правда ли? Ведь это не вся история. С другой стороны, вы бы сидели улыбаясь, вы бы не беседовали бы здесь с нами, и не работали так тяжело, как работаете. И сейчас они разговаривали бы с людьми, чтобы помочь в процессе пробуждения. Таким образом, чтобы они могли разделить с вами такое понимание, которое мы с вами также разделяем. Давайте сравним, Билл, в смысле, что хотели бы мы почувствовать реальность, что она очень-очень уютная, контролирует и ограничивает, и пугает, и давит. Или мы хотим почувствовать реальность как любящую, добрую, где никто не голодает в мире изобилия, где нет войны, потому что никто не будет даже рассматривать идеи, чтобы такое было возможное, или какой-то еще вариант. Все дело в выборе, которое мы делаем. Мы всегда сознанием. А когда мы оставляем тело, мы становимся, по крайней мере, гораздо более осведомленными обо всем, чем мы сейчас. Таким образом, мы всегда осознаем, мы все вечное создание, мы все вечное создание. Но вопрос в том, какой опыт мы хотим приобрести здесь. Вот в чем выбор. Мы называем это, какую игру вы хотели бы играть. У нас есть шанс сейчас, чтобы изменить правила игры, чтобы сделать ее другой, чем нынешнее. Ведь мы сознание. Измениться внутри, но давайте договоримся, ведь именно так все и происходит. Вот какая должна быть революция сознания. Нехороша, да и так, если она подходит только для вас. Нехорошо, чтобы она подходила нам. Нам нужно, чтобы игра устраивала всех, чтобы настроить эту игру здесь, на этом плане. Вот о чем речь. Другими словами, сознание. Вот где мы должны почувствовать, что такое сознание. Это любовь. А что такое любовь? Это на самом деле осознание всех нас, как единого целого. Но я бы сказал, все есть сознание. Разум это тоже сознание. Но гораздо более грубое проявление сознания. Именно поэтому он имеет все ограниченное. И как люди становятся осознанными, можно так, используя термин моего друга из Южной Африки. Сознание может сжаться в разум и перевести свое сознание, сознание до уровня, который в настоящее время он, разум, воспринимает реальность. Но я думаю, важно то, что если мы собираемся играть успешно в эту игру, мы понимаем, где происходит игра. Ее не играет снаружи, не нас. Смотрите, то, что делают пять чувств, как я уже говорил ранее, они расшифровывают вибрационную информацию, превращая ее в электрические сигналы. Мокс создает затем эту проявленную реальность и снаружи вне нас, которая на самом деле только внутри нас. Вибрационная реальность на Гвальпо-Кастанаве первична. Это первичная реальность. Вот где должно происходить изменение, поскольку изменение происходит там, где пять чувств расшифровывают различные вибрационные состояния электрических сигналов. Есть удивительная история, рассказанная Майклом Тальбом, галлогологической эфтеллиной. И я перечитывал ее страницы за страницей, которые впервые увидел эту книгу в конце 80-го года. Это история об инсценировке гипнотизера, который закипнотизировал отца, чтобы тот считал, что его дочь невидима. И тогда он был в состоянии читать надписи на счета сквозь ее тело. Потому что для него ее уже не было, ее реальность изменилась. Они физически были различными в его уме. И тут вот в чем дело. Видите ли, для гипнотизера поставить часы за спиной кого-то, и кто-то с другой стороны может их считывать, это воспринимается как нечто невероятное. Но это невозможно, если вы верите, что этот мир должен быть твердым и реальным, и снаружи нас. Причиной случившейся является то, что первичной реальностью, я не могу больше это подчеркивать, что первичной реальностью, которая здесь проигрывается, является вибрационная реальность. Наглайд. Ее следует изменить, или сама она не сможет измениться. Итак, если бы гипнотизер, как он это сделал, но шел бы программу в мозг парня для расшифровки вибрационного уровня, первичного уровня, а не расшифровки уровня свой злочек, полографическую, так называемую физическую форму, которую мы обычно видим, то он смог бы расшифровать все остальные вибрационные поля в комнате, в людях, в стенах и мебели. Но поскольку подобно компьютеру с отключенной брендмаузерской программой защиты, он не расшифровывал первичное состояние дочери. Ваше первичное состояние, наше первичное состояние, первичное состояние вибрационного уровня, голографическое, по-видимому, в реальность, снаружи, вне нас. И поэтому она не существовала в его голове, в виде голографической формы, то есть якобы физической, поэтому он не смог ее видеть. Поскольку она не существовала для него, он смог увидеть, что творится за ее спиной. Поэтому он смог прочитать надписи на часах, хотя она находилась там, как и все остальные комнаты. Они могли ее видеть. Почему? Потому что их мозг не был спрограммирован, считывая ли на генетическое поле в голографическую форму. Теперь немного о другом. Как много мы все вместе не можем считывать, и сколько могли бы считывать? Ну, есть что большее, чем пять чувств, правильно? И это сердце. Это не просто ум, это на самом деле сердце. Это действительно сердце и интеллект сердца, что мы могли бы видеть сквозь предметы, или если бы мы только могли использовать его. Так что это более чем... Другими словами, это все наши инструменты, наш разум инструмент, наше сердце инструмент, но мы не можем оставаться здесь. Нам на самом деле следует видеть через сердце, чтобы действительно видеть. Смотрите, мы не видим глазами. На самом деле это конструкция, это ментальная конструкция. Да, мы видим в своем мозге. Мы на самом деле видим в своем сердце, более чем, чем-либо еще и посредством сердца. Так получается, что это союз ума и сердца, и что и позволяет вам видеть. И вы могли бы поставить себя в положение человека и сказать, как может человек видеть посредством чужеродного имплантанта, который был введен в его мозг? Прежде всего, что он сделал? Он должен был согласиться с существованием в себе магического имплантанта для начала. Также мы в социуме принимаем такой имплантант, как телевизор, или что-то другое. Мы принимаем его. Да, дело в том, что... В том, однако, что... То, что гипнозер подделал, было просто перепрограммирование механизма декодирования, поэтому он не рассупровал в операционном поле, то есть свою дочь в виде голографической формы. Поэтому он ее и не видел. Я полностью согласен, что сердце имеет потенциал, чтобы быть важной частью нашего декодирования реальности, нашего ощущения реальности. Но мы также должны понимать, что это заговор против нас. Пока мы видим Джорджа Буша и всего мира, и Барака, как Обама, и таких людей, как Тиссинджеры, действие закона остается в силе, где мир находится под контролем, на вибрационном уровне. Вот почему я говорю об этих рептилиях, которые проделывают это, и о других тоже, действующих за пределами этой реальности. Они работают на вибрационном уровне. Вот где происходит манипуляция. И мы должны быть так же добрым к себе в связи с проблемами, с которыми мы сталкиваемся. И в последнюю очередь пытаясь понять мир, которым манипулируют и манипулируют для того, только, чтобы исказить понимание мира. Итак, мы смотрим телевидение, и манипуляции телевидения, и газеты, и прочее. Но когда мы читаем газеты, или смотрим телевизионные программы, мы просто видим версии декодировки вибрационного поля. И эти газеты, и эти телевизионные новостные программы, и тому подобное, на самом деле, физические представления голографических проектов первичной реальности, которые являются вибрационным полем. Это уровень манипуляции, который мы называем подсознательной. Такими манипуляциями мы называем развод людей, и тому подобное. И такое на самом деле происходит. Но основное, чем они занимаются, это растягивание перед нами вибрационной завесы. Если вы сможете сделать ее достаточно мощной и достаточно плотной, ваше перцептивное человеческое восприятие сфокусируется в такой узкой области, что они, воспринимающие рецепторы, отключатся от сознания, и следовательно окажут глубокое воздействие на их восприятие сознания. Вы изолируете свою точку наблюдения, точку сборки по кастомеде, в рассудке. И такое происходит на вибрационном уровне, который затем превращается в то, что мы называем физическим миром. Так что, по-моему, эта информация так жизненно необходима и так важна, и не только. Я вам скажу, что я обнаружил. Ничто не представляет собой буквально символические боли и тюрьмы, чем левые полушария мозга, которые занимаются разделением, языком и иерархиями, структурированием неподобными вещами. А намеренное искажение восприятия пяти чувств я обнаружил, но в этом самая большая ценность открытия, осуществляется в области левого полушария мозга. Когда вы объясняете, как это работает, и то, и другое связано с теми же людьми, их контролем, это то, чем они занимаются, и какие методы используют против левого полушария головного мозга. Когда люди говорят, «А, вы не должны раскрыть информацию, она негативна». Они не понимают, что мы смотрим на ситуации на многоступенчатом уровне. Поэтому нам приходится иметь дело с ними на многоуровневой структуре. Это означает охватывание всех основ, не просто сидение, скрестив ноги на горе. Что я обнаружил после многолетних поисков? Это то, что когда левый полушария мозга, так символически я вижу, у вас есть левый полушарий мозга. В чем я и говорю? У вас есть правый полушарий головного мозга, который гораздо больше связан снаружи, и видит все как единое целое, является творческим порывом. Еще у нас имеется мост между правым и левым полушарием мозга. В виде мозолистого тела, который в идеале должен отвечать за обмен информацией между полушариями мозга, чтобы информация обрабатывалась балансированно. Ты в этом мире и в другом. Но что делает заговор? И опять же, на инновационном уровне они проникают сюда, в мозг, и затем орудует. Это они, можно сказать, сорвали, спетели, поставили на попа, дверь в левом полушарий мозга. Вот почему для прогресса в рамках этого общества один из наиболее эффективных способов является практика сдачи экзаменов, прохождение экзаменов, получение степеней и тому подобные вещи, для чего это делается. Экзамен. Вот вам для первого полушария мозга информация. Теперь давайте запишем сказанное мной на бумаге. Вы первые верите в то, что я сказал. Вы проделываете просто замечательно. Вот вам за это первую степень. Отличное воспитание, ничего не скажешь. Теперь как этот заговор подает информацию на уровне пяти чувств. Он говорит в левом полушарии мозга, на языке понятный левого полушария. И я наблюдал подобную практику время от времени на своем личном опыте. И, конечно, другие тоже видели подобное. Это запудрение мозгов начинается в левом полушарии мозга, которое искажает восприятие реальности. Как только восприятие начинает меняться, мозг задумывается. Минуточку. Если все, что я думал о мире, был неверным, то он мне совсем не нравится. Какого черта еще надо в этом мире? Ведь он совсем не такой, каким я его представлял. Я видел, когда у людей в другом левом полушарии мозга начинается этот процесс выхода из ощущения. Понятно, что происходит. Никогда бы не подумал, что оно начинает развиваться. Как только он начинает развиваться, он буквально начинает открываться другим возможностям. И тогда начинает происходить движение между полушариями. «Я видел людей, которые рассмеялись бы мне в лицо. Расскажи им об истинной реальности и тому подобное, которые вношающие время в его объемы». Таким образом, вы знаете, что происходит распрограммирование людей, зомбированных на низких уровнях реальности. Вы знаете, что такое негатив? Это не информация, это невежество. Вот что такое негатив. Невежество. И если вы хотите быть невежественным, мы несли же меня подвергаться последствиям всяких трюков манипуляции сознания. Если вы хотите воспринимать информацию, информацию, как и птичьи, в которую я выдаю, и Алекс выдают, и тому подобные люди, и многие другие, которые говорят, это негатив, это пугает. Тут факт, что вы находите это устрашающим, а не дающим силы и возможности. Ведь вы теперь понимаете игру лучше. И это факт, что вы находите это устрашающим, не дающим силы и возможности, ведь вы теперь понимаете игру лучше. Если у вас больше силы, чтобы что-то предпринять, то это не говорит о тех, кто выкладывает информацию. Это говорит в том, что вы ее получили. Совершенно верно. Именно подобное подтверждение нам больше всего понравилось, когда Джордж Грейн давал нам интервью в апреле прошлого года.